Устиновская какая-лифия. Сегодня у нас 22 июля 2019 год. Ну, на любое море. Рад вас видеть. Живого, здорового, здравия. Еще долго-то не были. Ломалось? Нет, не ломалось. Работы много. Внуков. Внуками все это. А сейчас вроде как все, день-два. Может быть уже закончил бурдозер. То есть я вам конкретно могу пообещать. Так вы пришли сейчас посмотреть какая работа? Нет, не буду я смотреть. Ничего не буду. Два места где? Это уже вам как обычно. Он уже знает. Да, это сам. Ничего нет. Вы уже руководить будете им. Это ваше уже. А что я буду смотреть? Мне главный потом результат. Вы знаете уж не один раз, что мы пообещаем никуда не шагусь. Ну конечно. Значит, 50% мы уже оплатили. То есть о чем? Сейчас я расскажу. Одна установка, которая высасывает, на берег складирует, углубляет дно. А вы говорите об этом, да? Нет. Я по бульдозеру понятно. Это где-то в середине августа придет. Мне говорили об этом, что вы занялись там очисткой. Ну не занялись. Мы просто вот как экскаватором все чистили. Мы просто посмотрели бы, что у вас, какой подсчет будет. Кто? Если на наш пруд бы вас натолкнуть. Вы еще нигде не пробовали? Первое у вас будем. Давайте. Надо договориться. Нет. Если у вас какой-то к этому интерес есть. Есть. Большой интерес. Значит, будем тогда разговаривать, как придет вот это вот. Или там за неделю до того, как установка придет. Ну да, приедем. Приедем. Я думаю, что если что-то это самое, если человека дадите там, чтобы помогал, там шланг едите, таскать все это. Ну конечно. Я могу и сам там будет. Ваши-то годы? Ну, это мне. Восемьдесят первый идет только. А мне тут только через месяц пойдет седьмой-десят. Мы сейчас вручную чистим. Сегодня из воды не вылазили. Там пруд, который дальше второй мостик. И там отрожек. И там камышом все поросше было. Так когда подняли, никто об этом и не думал. Вода-то поднялась и весь камыш залег. И превратился там такими вот обломками. И мы сейчас сделали длинные грабли на три метра. А потом в воду залазим. И теперь три метра туда-сюда. Целый день сегодня в воде. Целый день. И где-то около двух тонн вытащили камыша. Это все заснято. Вы можете увидеть. А там ужас. А я захожу на ваш сайт, смотрю. Смотрите, у нас идет непрерывная работа. Но такого еще никто не видел. Вручную чистить. Захожу. В лодку грузим. Особые виллы такие бывают на рожках. Утолщение. Ну вот сейчас если все срастется. С нами вовремя рассчитаются. Оплатим вовремя. То где-то рассчитываем в первой декаде. Может быть в начале второй декады. В августе. Получить эту установку. В августе. Вот уже поздновато конечно. А раньше не получается. У них очередь. Мы только в мае заказали. Уже. Так. А Больдзерис кто у вас? А вы его не знаете. Ну он такой 67 лет. Тоже курит? Курит? Нет, не курит. О! Ну а со мной знаете. Можно заранее скажите. Две простыни наволочка. Все остальное наше. Хорошо. Вы знаете, что он голодный не будет. Хорошо. Нам только сейчас осталось. Вот затрал. Я сейчас не знаю. Если дождя не будет. Значит здесь поедет по короткой дороге. Это с водителем. Ну кто приедет. Трал не моет. Ну такая же как. Сцены не меняются. Тоже что? Нет. Затрал изменились. Где-то в пределах 20-25 тысяч у вас. Если там 25 будет. Здесь где-то в районе 20 тысяч. Затрал. 20. Да. Ну я не знаю сколько он там. Как мы договаривались сюда. Как только он выработает на 20. Тогда я оплачу. Нет. Трал. Который привезет сюда бульдозер. Ну да. Мне же надо. Это чужой человек. С ним сразу будет рассчитаться. Который бульдозер привезет. Надо будет сразу рассчитаться. А если он не выработает щековая буду искать. Как не выработает? Ну нет. Давай предположим. Дальше что? Как он не выработает его? Ну это из один из вариантов. Ну можно уже предполагать. Умный человек предполагает разные варианты. Это что? Ну тогда за мой счет я его сюда привез и обратно увез. Если он не выработает. Ну. Как такого быть не может? Ну. У нас не было. Тогда мы договаривались и когда. По-любому как вы говорите если два места это не дней пять шесть он у вас отработает. Больше. Больше? Мы там сильно хотим поднять. Потому что здесь сломалась у него эта гусеница слетела. Он не доделал. Так Рыжковский пруд в конце деревни который. Угу. И так осталось. Он нагрудил и так все осталось. Ну. Он не мог. Ему где-то гусеница в течение часа. Алексей Лаврентьевич такой дотошный человек и что это работает хорошо и умеет работать. И чтобы не было такой претензии. С той стороны прошлый год он. Дед. А это длинный путь. Я говорю. А где возьмешь? Дамба длинная. Я плачу вам часы. Нормальные. Нормальные. Чтобы не было недоразумений. Нет. Я скажу что все ваши положения чтобы сделал нормально. Когда приезжаете. Расчет с вами или с ним? Я приеду рассчитаетесь все. Хорошо. Вот. Так. Вы в курсе держите насчет заправки чтобы тут не... А это это самое... Как ваш свой актер? А он что заболелся? А еще этот? Ну давление и аритмия у него кое-как. Давление и аритмия. Какой вес у него? Ну где-то килограмм наверное 85 может. А рост? Ну. Поменьше меня. Он же кругленький. Килограмм 15 лишнего веса. Ну не знаю. Но у него же это нервная работа. На пенсию пошел. Нет. Это не от этого. Кровь носом пошла. Он все на пенсию пошел. Это лишний вес давит. Надо посты соблюдать. Квартиру. Купил однокомнатную в городе и они переехали. И сейчас где-то. Вот сейчас... У них здесь нету. Сейчас к вам приехал. Договорим. Ну все обо всем переговорим. Сейчас куда едете от нас? Назад. А что кого-то забрали? Значит вы думаете когда придет будет дозерта? Я думаю что если трал свободный то завтра привезу. Завтра во сколько? Ну наверное после обеда. После обеда. Значит до обеда я могу там исчерпать грязь. Что хотите делайте. Завтра я... Так вы мне звонили сейчас дороги? Нет ни разу. Когда звоните. Мой телефон у вас есть. Есть. Не алёкайте. А сразу говорите. Я такой это Валерий Иванович. Мне не отвечать нельзя. Мне пришлось заблокировать больше десяти тысяч человек. Которые нападают. Потому что я такая тема и касаюсь. А оно их задевает. А ничего не делает. И поэтому взял и сказал слушаю. Он матерками. Он где-то просчитал. Эти полгода меня третировал. День и ночь звонят и все. Я должен заносить черный список. Я в черный список занят больше десяти тысяч человек. Вы понимаете для меня какая жизнь? Что ему не нравится? Он сам не знает что не нравится. Потому что у него ничего нет. Жизнь не сложилась. И он не знает где звон взорвать. А вы там строите или что-то еще. Ну строим. Я пытаюсь ответить и гляжу нет. Он матами матами. Совершенно незнакомый человек. И поэтому я не отвечаю. Надо было записать в милицию заявление написать. Да зачем это нужно? Я не отвечаю и он не может понять. Не, а у вас мой телефон тоже должен высветиться. Вы же мне несколько раз позвонили. Так и должен высветиться. Дайте мой телефон. Я не буду открывать. Чтобы не платить. Всегда говорите. Как только я открываю сразу. Валерий Вайанович по бульдозеру. Сразу я отвечу. Не отвечаете я ничего не отвечаю. Я открываю и молчу. Если у вас тот же остался. Вот. Семьдесят. 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 Да, да, да. Да. Ну. Ну какая записана. Смотрите. А сейчас вы выключите. Я выключу. Чтобы вас не сосчитали. Семьдесят. Не привыкал. Бульдозер. Ну вот. Семьдесят. Семьдесят. Успеть засветло. Мне это. Значит завтра я в восемь полдевятого звоню. Когда трал. Когда сюда приедем. И сразу говорите. И сразу. Да. Я только открыл. Вы говорите. Валерий Иванович звонит. Так. Прошлый год мы почем работали бульдозером? По полторы? Да. Но маленько подороже. Сколько сможете добавить? Сколько? Солярка дорогая стала. Я понимаю. Сколько? Вот чтобы вам так сказать не было это самое. Ты. Сказать. Один семьсот. Пойдет. Пойдет. Я понимаю. У нас то ничего не прибавляется. Вы знаете мою пенсию? Восемь тысяч. Сто сорок один. О. Я больше вас получаю. У меня двенадцать шестьсот. Вот. Это за тридцать пять лет трудового стажа. У меня двенадцать шестьсот. У меня двенадцать шестьсот. И голодный ни разу не ложился спать. Понятно. Господь так делает. Да. Ну еще раз крещение было седьмого июля. Люди были из Ливана приезжали. Из Германии. Понятно. Люди знают. Ну я Алешке завтра с утра позвоню во сколько трал будет. Завтра или послезавтра. Ну я думаю что завтра к вечеру организую. Лишь бы был трал свободный. Бульдозер сегодня. Значит во время работы чтобы никуда никак пока не сделает. Я скажу за неделю не поправится. Да мне хоть и хоть до ноября. Ну вот два места. Мне хоть до ноября. Когда он проедет и в гуси на месте. А я на велосипеде еду и у меня как лихорадка трясет. А когда он едет одна гусеница посередине а другая стороне. Ну что поехали. А что смотреть я к Лешке поеду заеду или вас куда-то довезти надо. Нет не надо. Я к Лешке заеду дом посмотрю где-то здесь же. Вот он. Бревенчатый вот он. А вот этот бревенчатый. Заеду гляну да поеду пока светло. Давай загляни. Рад был вас еще раз видеть. Мы молимся. С Богом. Еще не смущайтесь. Еще не нужно больше. Договорились. Когда приедете тогда у меня с собой тетрадка. Сразу распишемся и все. Без проблем. Как всегда. Ну с Богом. С Богом. До свидания. Вам тоже оставаться. Все хорошо. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok